Приближение Дня Защитника Отечества по традиции будет сопровождаться не только торжественными мероприятиями. Все чаще этот праздник многие встречают по-спортивному. Во время ежегодного шахматного турнира в клубе «Вятская ладья» за игровые столы садятся сотрудники силовых и правоохранительных структур. Репортаж Романа Четверякова. На шестом по счету турнире в игровые ряды силовиков неожиданно влились дети. Одних привели родители, другие самостоятельно изъявили желание лишний раз блеснуть смекалкой и попытаться войти в число призеров соревнования, год от года набирающего популярность. Пока взрослые в одной части зала обстоятельно обдумывали комбинации, на детской игровой площадке события развивались куда стремительнее. Количество фигур на доске уменьшалось с каждым ходом, но это ничуть не выдавало в юных игроках отсутствие какой-либо шахматной стратегии на матч. Что не получилось? Провести фермер. Соня Титунова отчасти не повезло соперникам. Он увлекся шахматами настолько, что записался в секцию, ходит постоянно тренироваться и уже не скрывает растущих амбиций. Говорит, начинает привыкать к победам, а в лице юной шахматистки он и вовсе не встретил серьезного сопротивления. Ну, хорошо играю. В то, что шахматы – отныне любимый вид спорта, здесь может сказать едва ли не каждый участник. Оттого и стабильный состав команд, чье число неуклонно растет. Нынче в заявке значилось 16 шахматных коллективов, представляющих структуры, в которых уже сложились свои игровые костяки, ведущих ожесточенную борьбу за право считаться сильнейшим среди силовиков. У нас очень хорошо всегда играет команда Федеральной налоговой службы, которая как раз ввели в свое время инициаторами этого турнира. Очень хорошо играет команда УФСИН. И в прошлом году у нас значительно повысились результаты команды, потому что их несколько, управление Министерством внутренних дел по Кировской области. Швейцарская система и шесть туров. Правила проведения турнира близки к официальным. Ведь тут за игровыми столами можно увидеть даже мастеров Фиде и людей, имеющих разряды в шахматах. К тому же они друг с другом привыкли встречаться не только в кону 23 февраля. Кстати, они принимают участие в областных и в городских соревнованиях. Это где-то человек шесть, семь. То есть довольно представительные. Ну и очень хорошо, что здесь играют ребята. Будущее силовых структур. Что касается турнирных результатов, то первую общекомандную позицию отстояли сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний. А вот на втором и третьем местах произошла рокировка, поднявшая наверх команду областного суда и опустившую на нижнюю ступень пьедестала представителей УМВД. Роман Четвериков, Владимир Подлевских, Вести Киров. Роман Четвериков, Владимир Подлевских, Вести Киров.